А вот эта трагедия случилась на пустом месте, ну а точнее на пустынной дороге. Роковой для молодого челнинца стала поездка по ночному городу минувшей ночью. На перекрестке у поворота на БСИ он попал в ДТП. Какими бы и нелепыми, на первый взгляд не казались причины аварии. Итог печален. Мотоциклист погиб. Еще одну жизнь забрала первая автодорога. Оба транспортных средства двигались по ней в попутном направлении в сторону поселка ГЭС. 26-летний байкер по предварительной версии следствия не выбрал безопасную скорость и врезался в массивный внедорожник. Водитель которого, видимо, не заметил в своих зеркалах мотоцикл и начал поворачивать. Хаммер под управлением мужчины 48-го года рождения, который также предварительно в нарушении правил дорожного движения при повороте налево не занял соответствующее левое положение на проезжей части. В результате дорожного транспортного происшествия водитель мотоцикла, молодой человек, скончался на месте происшествия. ДТП случилось в 22-50. Удар пришелся в левое заднее крыло внедорожника. Столкновение было такой силы, что байкера не спас даже шлем. Водитель Хаммера не пострадал. В данный момент идет расследование, которое определит степень вины участников аварии. Известно, что погибший молодой человек был членом местного мотосообщества «Ночные волки». Случившееся нашему телеканалу сегодня прокомментировал президент этого клуба. Саша находился рядом с машиной, мотоцикл далеко не отбросил, и по повреждениям разбита только вилка. За счет того, что у камеры усиленные бампера, усиленные крылья, удар оказался смертельным. Потому что там нет даже тормозного пути, он не ожидал, что он выскочит перед ним просто-напросто. Также Андрей Сергеев добавил, что клуб выражает соболезнования родным и близким Александра Пантелеева, прощание с которым состоится завтра, 13 августа в 10.30 у Орловской церкви. Янушакова Дмитрий Кравченко, РЕН-ТВ, Набережний, Челни.